всем привет друзья сегодня у нас пожалуй самый необычный персонаж за всю историю проекта это человек который ездит по всему миру и практикует различные боевые искусства человек который больше месяца может жить на одной воде и заниматься медитацией а его друг и по совместительству тренер олег обладает двумя рекордами гиннеса и жонглирует так что за его движением не успевала даже моя камера со 120 кадрами в секунду а еще данный выпуск будет не просто очередным на моем канале а положит начало нашему новому совместному проекту с каналом джимфит инфо под названием спартан геймс но во всем по порядку а прямо сейчас предлагаю тебе нажать на колокол чтобы не пропускать новые уведомления подписаться на мим а также колотить любимый напиток потому что мы начинаем начав работу над вышеупомянутым проектом спартан гейм суть которого будет заключаться в соревновании между двумя спортсменами нам были нужны два непохожих друг на друга бойца первым из которых стал классический боксер мастер спорта руслан и полная ему противоположность боец по имени роман езжу по всему миру до изучая разные боевые искусства недавно жил 4 года жил таиланде вьетнаме камбоджа где изучал тайский бокс джиу-джитсу изучал боями я занимаюсь больше двадцати лет всю свою сознательную жизнь выступал по правилам валютуду это голые руки и вообще нету никаких правил драться люблю обожаю любые соревнования обожаю люблю спортивных достижений как таковых так как таковых я вообще не понимаю что такое спорт я просто люблю драться просто люблю доказывать себе брать какие-то вершины достигать этих вершин идти дальше дальше и соревноваться в отличие от руслана который тренируется в классическом боксерском стиле то есть подтягивание отжимания на брусьях жим лежа роман предпочитает использовать молот и бросать огромные шины и практиковать ударную технику комбинируя это с различными выпрыгиваниями а также отрабатывает реакцию ведь помимо ударки боец много практикует работу с ножами и саблями о чем свидетельствуют вот такие порезы в связи с этим рома обменивается опытом с олегом профессиональным жонглером впрочем давайте послушаем самого олега да приветствую меня олег зовут я профессиональный жонглер и всю жизнь как бы занимаясь этим делом 6 лет и параллельно конечно бегая из дома маме говоря что я бегу в цирк на самом деле я с ребятами занимался боевыми искусствами частности тайский бокс бокс и немножко джиу-джитсу данный момент вот судьба нас схлестнула с ребятами и мы занимаемся вместе путешествуем были много в европе в норвегии в америке латинской занимались разными там боевыми искусствами набирались опыта у меня два рекорда гиннеса могу о себе сказать что я 16 лет кидал жонглировал восьми углавами всевозможные балансы я стою на катушках прыгаю скакаю то есть для меня не составляет труда манипулировать закрытыми глазами предметами и как бы грубо говоря выходить и заходить ситуации разного плана с рома я довольно давно знаком он как бы мы делимся опытом можно так сказать праце я набираюсь у него опыта боях он как бы набирается там советуется со мной я его тренирую по манипуляции разных предметов невыдимых ударов это в частности когда идет боевые ножи то есть там удары на базируется на рефлексах то есть там молниеносные там скоростные должны быть вещи которые люди даже не могут вас ну увидеть понять и я даже не могу как объяснить все на автоматизме ну принципе в принципе мы так всю жизнь этим всеми занимаемся модернизируемся как бы достигаем успехов надо признать реакция у олега что надо однако посмотрев множество интервью с профессиональными бойцами я сделал вывод что в реальном бою уклониться от ножа все же очень трудно и ваши навыки хоть и помогают вам в бою и увеличивают шанс на положительный исход схватки но не отменяют бешеный риск совсем о чем собственно говоря и свидетельствует множественные порезы и травмы ромы ну чё расскажу про свои боевые шрамы вот бицепс оторванный грудь оторванная это пропустил пулевое ранение когда бронежалет с обреза вот здесь у меня покоцанная ножом вот здесь это поединке здесь тоже поединке ножевые дрался пропускал бил защищал друзей это за . мне под глаз хотели засунуть вот это кассеты не видно потому что уже заросла ситуация что еще расскажу куча переломов премьер ну там спина руки поломаны это зубы ну чё чё ещё рассказать дрался люблю я это делаю ничего не сделай с этим что же видимо бои действительно нужно любить и как я писал в одном из своих недавних постов в инстаграме склад ума спортсмена в нашем случае бойца крайне сильно отличается от склада ума обычного человека кстати если среди моих подписчиков есть бойцы напишите пожалуйста что заставляет вас заниматься единоборствами и почему вы выбрали именно этот вид спорта в комментариях мне правда будет интересно почитать об этом помимо всего прочего рома рассказывал мне что раньше он уделял намного больше внимания своей форме у него был пресс и мышцы как бодибилдера к сожалению в наше время не все сказанное может быть правдой однако зайдя к нему в инстаграм в этом не сложно убедиться вот к примеру фотография рома из индии фотография с константином дюм а также снимки из таиланда и многое другое я инстаграм ромы оставлю в описании а мы зададим ему еще пару вопросов напоследок еще рассказать про себя даже не знаю но никогда алкоголь не пробовал сигарет никогда не курил наркотик не употреблял в тибете 8 месяцев жил медитации занимаюсь больше десяти лет ножевыми искусствами занимаюсь дерусь на ножах дерусь на саблях на кинжалах на навахах ну люблю огнестрельное оружие так вот так же охоту люблю обожаю стрелять обожаю сколько веселся сейчас где-то 93 килограмма 90 93 максимальный мой вес был 130 килограмм максимальный когда я богатырские игры выигрывал ну когда-то еще и учился когда в колледже спортивно тогда богатырские игры переворачивал 400 килограммовые колесо прогулку фермера делал по сто тридцать пять килограмм где-то метров 60 150 килограммовое бревно тоже бросал бегал ну где-то ну я выиграл вот так вот мои классические когда до травмы я жал больше 200 килограмм проседал больше 300 килограмм тяга также была больше 300 килограмм да сколько раз тренируешься каждый день тренируешь я каждый день каждый каждый день без выходных просто разные тренировки ну не железо не всегда железо и железо так сейчас на данном этапе жизни я практически не использую потому что у меня сейчас другая философия я больше работаю там с кувалдой больше работаю с резиной с турниками скинул вес я голодал мне бывает когда я захожу на голодовку мне бывает по 40 дней ничего не кушает только одну воду пьем да сейчас скинул это чистка организма это да это специальная методика когда я в тибете выучили да и по этой методике я живу я щас кинул вес где-то за полтора месяца скинул 15 килограмм да и мышечной массы весну всей ну потому что надо было это чистка организма друзья как вы уже могли заметить этот сюжет снимался летом и причина по которой он выходит только сейчас заключается в том что в ходе подготовки к первому сезону руслан травмировал икроножную мышцу также нам было сложно подобрать комплекс упражнений который бы подходил обоим бойцам ведь они выполняли совершенно разные упражнения и тренировались по-разному связи с этим я хотел бы попросить у вас совета если вы все-таки хотите чтобы это дуэль состоялась напишите как именно вы бы хотели ее видеть это может быть бой по определенным правилам либо же заруба в комплексе упражнений в общем пишите свои мнения ниже а также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм рассылку ведь там я буду оповещать вас о выходе этого проекта а также не забывайте нажать на колокол и подписаться на канал ведь таким образом мы точно увидимся с вами снова всем пока пипец